Здравствуйте, друзья! Мы рады вновь вернуться к вам и поделиться с вами словом из этого замечательного города Хайфа. Построенного на берегах, просто поразительного залива. Мы любим это место, и я люблю его по-особенному еще и потому, что тут находится гора Кармейль, тесно связанная с пророком Илией, а я предполагаю, что он является моим давним предком, ведь моя фамилия Элия, что означает в переводе «Илия». Итак, с вами снова Жан-Карл Элия и Кэтрин Элия. Добро пожаловать на этот канал. В прошлый раз мы уже делились с вами тем, как пришли к Богу, и наши жизни были изменены, и наши жизни были полностью кардинальным образом изменены после встречи с Ишуа. Также мы делились тем, как Господь призвал нас от всех наших работ и служений и привел к жизни путешествий, путешествий по всему миру. Мы до сих пор это делаем, хотя уже немного меньше, чем когда были моложе. Я бы хотел сказать, что когда мы начали это путешествие с Господом, эту миссию, у нас не было ни имени для миссии, никаких связей. Мы просто последовали за тем, что Господь хотел, чтобы мы делали. И мы получали одно приглашение за другим, один контакт вел к другому, и к третьему мы никогда, никогда ничего не планировали. И если вы чувствуете призыв Божий служить Ему каким-либо образом, я могу сказать, есть бесконечное множество, бесконечное множество путей послужить Ему. Нам не стоит смотреть на другие служения и говорить о том, что мы хотим делать точно так же, потому что каждый из нас уникален. Мы должны подражать Машеху, только Господу. Как говорит Павел, подражайте мне настолько, насколько я подражаю Машеху. Он модель для подражания. Но каждый из последователей Ешо получает свое служение, свой способ служить Господу, и это может быть много разных направлений. Нет служений, которые были бы большими или маленькими. Есть многообразие служений, различных служений. Так что вам не стоит смотреть на меня и Кэтрин, или на кого-нибудь еще другого. Вам просто надо следовать тому, что Господь говорит делать. А иногда Он и не говорит ничего, просто происходят определенные вещи. Просто позвольте Богу быть Богом. Самое лучшее из всех молитв для меня – это молитва «О Бог, будь Господом в моей жизни, займи свое место владыки в моей жизни по праву. Ты веди нас». И вы знаете, что? Он так и сделал. И Он взял нас во все эти другие страны, где мы видели наиболее невероятное, удивительное проявление любви Божьей. Где мы видели тысячи и тысячи людей, спасающихся и приходящих к Богу. Мы видели чудеса. Я верю в чудеса, потому что я их видел. Как я говорил уже в прошлый раз, я был юристом и практиковал право на протяжении 20 лет, на очень высоком уровне, с высокими требованиями. И так, я привык верить только тому, что я вижу и к чему могу прикоснуться, как говорится в поговорке «юрист знает правду». Я не поверю, пока не увижу и пока не буду уверен, что это правда. Так что я верю в чудеса, потому что я их видел. Они происходили прямо перед нами, и каждый может это делать. Каждый может. Ешуа сам говорит в Евангелии от Марка, глава 16, стих 18, что верующие, простые верующие, люди, как мы, не кто-то особенный, по-особенному помазанный, какой-нибудь особенно сильный служитель или большой пастор, великий проповедник, кто угодно, верующие, возложат руки на больных, и они будут исцелены. И если Господь так сказал, то так и должно быть, потому что наш Господь есть истины, и все, что Он говорит, истина. И я могу подтвердить, да, это истина. Потому что мы видели это, мы испытывали это. Я хочу вам сказать вот, что я верю в дыры Духа Святого, потому что я видел действия их в своей жизни, и моя жена Китрин видела это, и мы верим, что это происходит и сегодня. Они действуют и в наши дни. Дух Святой не ушел на пенсию, не сказал, «Все, достаточно, больше я работать не буду». Сила Божия и сегодня с нами. Бог не изменился. Ешо не изменился Он вчера, сегодня и вовеки тот же. В начале нашего служения особая нужда была в таких дырах, как исцеление, пророчество, слово знания, и мы видели их проявления. Мы видели много проявлений силы Духа Святого, и мы были вполне удовлетворены и счастливы от этого. И мы верим до сих пор, что каждый верующий может двигаться в дырах Духа Святого, чтобы отвечать на нужды. И вот в один день я проповедовал довольно большой группе в Лондоне, в Англии, там, где мы жили. И я делился этим словом. Сила Бога, проявляющаяся через Дух Святой, что нам нужно исцелять больных, пророчествовать, нам нужно слово знания, и каждый должен делать это. И было много проявлений, люди получали исцеление, пророческое слово изливалось. Я был очень воодушевлен этим. Я говорил, замечательно, вот это и есть то, что мы хотели. А затем женщина подошла ко мне, может быть, ей было 30-40 лет. Она выглядела очень грустно, очень серьезно. Она подошла ко мне, и она сказала, «Могу я поговорить с вами лично?» Я сказал, «Конечно», и мы пошли в отдельную комнату, и она посмотрела на меня и сказала, «Я мертва». Я подумал, «Ну вот, мне попался человек, который не вполне дружит с головой». Я сказал, «Да не волнуйтесь, все с вами нормально, вы ходите, говорите, вы можете прикоснуться ко мне, вы не мертвая, вполне даже живая». Но она ответила, «Нет, нет, вы не поняли, я мертвая внутри». Эти слова глубоко поразили мое сердце. Я не знал, что сказать, и просто сидел тихо. И эта женщина продолжила. Она сказала, «Я думаю, я могу вам доверять». И принялась рассказывать историю своей жизни. Представьте, что ценно для каждого живого существа, что важно для каждого из нас. Брак, родительские обязанности, работа, дом, духовная сфера, религия, деньги. Все эти вещи имеют ценность. Они важны. Что-то более важное, что-то менее. В зависимости и от нас, и от обстоятельств. И вот в жизни этой женщины абсолютно каждая из этих вещей, каждый из этих аспектов был в корне разрушен. Не из-за ее ошибок, не из-за того, что она делала что-то не так, но из-за злых дел других людей против нее. Одно ужасное свершение за другим. Я понял в конце истории, что она была права, когда говорила, что мертва внутри, у нее реально не осталось ничего целого. Ничего, за что бы она могла ухватиться. Я просто не знал, что сказать. Ни единого слова. Ничего, что бы я мог ей сказать. И тогда я ответил, «Послушай, мне нечего сказать тебе. Что бы я ни сказал, это будут просто слова человека, которые не могут изменить твое положение и дать тебе покой. Но я думаю, что Дух Святой вдохновил меня и направил, и я сказал ей просто, «Я обниму вас». И я обнял ту женщину. Всякий раз до этого, когда мне доводилось молиться за исцеление женщин, я говорил, «Вам нужна молитва исцеления». Хорошо, что сказали, сестра. Оставайтесь стоять там, не подходите ближе. Сейчас я позову мою жену, она помолится за вас. И я, конечно, звал Кетрина, и она молилась. Я настолько боялся подходить ближе, но в тот вечер, я помню, я обнял ту женщину. Я просто сжал ее в своих объятиях. Я ощутил эту невероятную, сильную любовь, сильное сострадание. Я почувствовал боль этой женщины. Она стала и моей болью. И в ответ на нее любовь изливалась из моего сердца. Я на самом деле любил ее, и она плакала, уткнувшись в мое плечо. Затем она посмотрела на меня и сказала, «Первый раз в моей жизни я чувствую, что меня любят». И для меня это было очень важно. С этого момента что-то в нашем служении изменилось. Да, мы до сих пор верим в дары Духа, и мы до сих пор верим, что нам нужна эта сила, мы до сих пор верим, что нам нужно проявление Божьей силы, нужны чудеса и знамения, но любовь намного больше. И в следующий месяц, когда мы с Кетерин продолжали путешествие по Европе, и повсюду, где бы мы ни останавливались, я старался обнимать людей, мужчин, женщин, детей, и каждый плакал. Я могу сказать что-то, что я понял из этого служения, это то, что не стоит одевать светлую одежду, свитера, джемперы, потому что девушки, женщины любят накладывать цветастую косметику на глаза, и у меня появлялись пятна синего, зеленого, черного, коричневого. И люди плакали и утирались все мои рубашки, и Кетти постоянно стирала их. Любовь растапливает человеческие сердца. Конечно, мы не обнимаем всех подряд, но мы понимаем, что такое время необходимо. И насколько же более превосходна любовь, чем все дары силы. Да, мы приняли дары от Духа Святого. Дух Святой дал нам дары. Павел говорит в 1 Коринфянам 12 главе, дары даются в соответствии с Его волей, и дары даются всем. Я верю, что всякий верующий, который посвятил свою жизнь Ешуа и наполнен Духом Святым, имеет различные дары, всевозможные дары, которые должны быть использованы, если они дарованы Богом. Они должны быть использованы для славы Божьей, но есть нечто намного более сильное, чем все это. Нечто намного более значимое. И то, что мы говорили уже раньше, цитировали 1 Иоанна 4 глава 16 стих, где говорится, «Бог есть любовь». Но прежде всего он говорит, «И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее». И знание дает практически опыт любви Божьей. В Послании Ефесянам 3.19 встречаются подобные слова, которые говорит Павел о том, что нам нужно познать любовь Машеха, чтобы исполниться всей полнотою Божьей. Вау! Полнота Божья в нас. И в том же месте Писания, возвращаясь к 4 главе 1 Иоанна, сказано, «Прибывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем». И в Боге любовь, и Бог есть любовь. Когда мы наполнены любовью Божьей, когда мы ходим в любви Божьей, когда мы живем в любви Божьей, когда мы говорим с любовью Божьей, когда мы исполнены Божьей любви, она становится вокруг нас. Это как мы в Боге, и Он в нас. Мы становимся едины с Ним. Бог нас так сильно возлюбил. Он не только хочет быть с нами, над нами, вокруг нас, но Он хочет войти в глубины нашего естества, обитать в нас. Он хочет быть в нас. И это, что Ишуа говорит и в своей первосвященнической молитве к Отцу, «Отец, мы едины с тобой, я в тебе, ты во мне, и я в них». Ишуа в наших сердцах, и через Ишуа мы обретаем присутствие Божье, полноту Бога в нас. И когда мы обнимаем, изливаем Божью любовь, говорим в любви, распространяем не нашу человеческую любовь, а любовь Божью, мы становимся очень сильными. И ключ ко всему, если мы вернемся к 1 Коринфянам, 12 главе, где Павел говорит о драх Духа, помните, это очень необычная ситуация в этой главе, когда Павел пишет Коринфянам о драх Духа Святого, где Павел описывает дары, говорит о дарах, а потом вдруг начинает говорить о любви. Он посвящает этому 1 Коринфянам 13 главу, а затем в 14 главе снова возвращается к дарам Духа Святого, и он описывает и говорит о пророчестве и иных языках, о том, как использовать дары, и что делать, когда собираетесь вместе. Это выглядит как отступление от общего авторского замысла. Может быть, у Коринфян были различные мнения о дарах, и Павел говорит о дарах, потом о любви и вновь возвращается к дарам. Но суть в том, какова взаимосвязь между любовью и дарами Духа Святого. Я полагаю, ключевой стих мы найдем в 12 главе 1 Коринфянам, где Павел говорит стремиться жаждать, искать даров превосходнейших, просить, если вы не жаждете, не просите, вы не получаете. Некоторые люди говорят, у меня нет никаких даров, а я им говорю, просите, просите Бога, и Он даст вам. Знаете, как Ишо говорит, просите, вы умеете давать даяние благие детям вашим, просите, и вы получите от Отца. Ваш Отец знает, как давать вам добрые вещи, но вы должны ревновать, там говорится о страстном желании, жажде даров силы, настоящих даров, не на словах, но в реальных свершениях. И Павел пишет, ревнуйте о драх больших, и я покажу вам путь еще превосходнейший. И затем он говорит о любви. Если я наполнен любовью Божией, если я полон Его присутствием, что-то будет происходить, что-то будет касаться людей вокруг нас. Я могу вам сказать, что Китрин и я, мы делились пророчеством, мы верим в чудеса, потому что мы видели чудеса, мы видели знамения и чудеса, и они происходят, но наиболее великие чудеса мы видели, когда приближались к людям в любви, сострадании, и эти в любови, сострадания Божьи делали всю работу, от нас не требовалось многого. Просто изливать любовь, и эта любовь обладает силой, способной трансформировать, изменять людей, исцелять ран и сердец, отверженность, страх, одиночество. Все то, что отделяет нас от Бога и друг от друга, то, что нас изолирует, заставляет чувствовать себя одинокими, не позволяет быть в глубоких взаимоотношениях с другими людьми и с Богом, и это исцеление приводит нас к миру и покою в нашем Господе. Но я также верю, что это приносит и физическое исцеление, потому что мы видели это, мы ощущали это. Много раз, много раз мы оказывались в таких ситуациях растерянности, например, когда было необходимо физическое исцеление. Исцеление — это один из даров Духа Святого. Большая часть служения Ишоа была наполнена исцелениями и апостолов также сопровождали многие чудеса и знамения. И интересно, когда мы читаем книгу Деяний, когда ученики Ишоа проходили мимо и на лежащих на пути больных людей просто падала тень от них и они получали исцеление. Они возлагали руки на больных, даже падала тень и люди исцелялись, но сила не в тени самой по себе. Но апостолы были так преисполнены любви Божьей и так преисполнены присутствием Божьим, настолько, что их сопровождало достаточное присутствие Божье, достаточное присутствие для исцеления. У нас было столько много историй, и я хотел бы поделиться хоть несколькими, просто чтобы вдохновить вас. Как я уже говорил вам, долгое время я занимался юридической практикой, а потому верю только в то, что вижу, что я ощутил сам так, что я не намерен вам рассказывать истории, которые были бы неправдой, которые мы не могли бы засвидетельствовать, что они на самом деле произошли. Однажды много женщин собралось на служение в Патистане, в Патистане замечательные верующие, замечательные христиане, которые терпят гонения, и эти гонения реальны, часто сопровождаются насилием, мы ощутили это, мы были там много, много раз, и мы видели это. Мало того, что христиане там испытывают гонения, но они еще и считаются там самой низкой социальной ступени. Им весьма трудно там получить работу, образование, начать бизнес, в результате чего многие из них за чертой бедности. Один раз несколько лет назад мы служили там очень интенсивно, несколько дней, уча и проповедуя в различных церквях и собраниях, и делали все, что могли для достижения людей. И вот нам выпал один свободный день, и у нас появилось время для посещения семей. Христианских семей, они были так счастливы увидеть нас, они очень гостеприимны и радушны, и вот одна из семей была настолько рада нас видеть, и они нам рассказали, что год назад в этих же местах мы устраивали акцию, направленную на благовестие, открытое, к толпам людей, проповедуя Евангелие всем, кто готов был слушать его. И эта семья, хотя и была уже верующими, хорошими христианами, они пришли на это собрание, и у них был мальчик шести лет. И этот мальчик был рожден глухонемым. Никогда ничего не говорил и не слышал. И эти люди сказали, что когда в тот раз я проповедовал и говорил о Божьей любви, внезапный мальчик начал говорить. И он стал говорить на своем родном языке Урду, языке, который он никогда не слышал. Бог просто его исцелил. Он даровал ему слух, он даровал ему речь, и за секунды научил его языку. Присутствия Божьего достаточно, когда мы являемся носителями этого присутствия, когда мы провозглашаем Господа, провозглашаем любовь Божью. Он сам с нами. И его присутствия достаточно. Другой раз мы были в России, мы устраивали конференцию, до которой были 400 человек в течение недели. И вот первый день я помню стоял на сцене, ждал, пока переводчик переведет меня, и молодая девушка подбежала, симпатичная, очень симпатичная девушка. но она как-то странно передвигалась. Она подходила к стене и стояла, опершись на нее. Несмотря на толпу народа, там были пустые места, несмотря на это все вечера, когда я смотрел на нее и во время прославления, и во время служения, и молитв, и свидетельств, много часов она проводила опершуюся стену. И я думал, что с с ней. На следующий день она вновь стояла у стены. Я проповедовал, говорил о любви Божьей. Ты была тоже со мной, да? Я говорил, служение шло, и вдруг я увидел, как эта девушка ушла, а несколькими минутами позже вернулась. она запрыгнула на сцену, вырвала микрофон у меня из рук. Я был удивлен, что ты делаешь? Я тут спикер. И мой переводчик пытался что-то сказать на русском, прогнать ее, что ты тут делаешь, уходи. Но эта девушка нас игнорировала совершенно, обратилась к собравшимся и поделилась свидетельством. Она поведала, что попала в несчастный случай на лыжах, и в нескольких разных местах поломала позвоночник. И ситуация была очень и очень тяжелой. И доктор не давал хороших прогнозов, говоря, что возможно ты останешься прикованной к кровати, ты не сможешь вероятно пользоваться нормально ни руками, ни ногами. В общем, эта девушка пришла в металлическом корсете от шеи до колен. Представьте себе очень тяжелый металлический корсет, который она должна была носить полгода. Вот почему она передвигалась таким забавным образом, потому что она не могла использовать колени. И к стене она прислонялась от того, что не могла сидеть с этим тяжелым металлическим корсетом. Но она рассказала, что пока я проповедовал и я говорил о любви Божьей и следовании за Богом, она вдруг ощутила растущий жар, проходящий по спине и ощутила, как все там становится на свое место и вся боль уходит. И она вышла в коридор, пошла в туалет и сняла металлический корсет. Она вернулась полностью исцеленной и могла ходить и прыгать вверх-вниз, а она была исцелена. Конечно же, это еще больше подняло уровень веры в этой общине. Мы ничего не делали, ничего не говорили. В обеих ситуациях, как в Патистане, так и в России, мы ничего не говорили. Не говорили «будь исцелена», не приглашали на молитву исцеления, но исполнение присутствием Божьим было на том месте. Сильное присутствие Божьих – это то, чего достаточно для исцеления. И каждый из нас, нам не нужно было делать что-то особенное. Когда мы наполнены любовью Божьей, мы можем быть носителями этой любви. Когда мы идем на автобус, когда идем в супермаркет, на работу, в школу, с нашими соседями, семьями, в общине, потому что те, кто любят Бога и обитают в Нем, Он обитает в них. Надеюсь, это послание вдохновит вас искать любовь Божью, стремиться к Божьей любви и хранить себя в Божьей любви. Пусть Божьи благословения пребудет с вами. Мессианский центр «Возвращенные на Сион» из Израиля ставит перед собой цель рассказать Израилю о мессианстве Иешуа, а также передать свежее послание из Сиона. Присоединяйтесь к нам и следите за нашими обновлениями на сайте www.oazis.defis.media.tv Продолжение следует...